МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии працуя Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Лепш 10 годов перамолчим один день войны. Сене 110 годов сня на роджении нашего легендарного земляка Андрея Громыки. У знагорода и падяки, подарунки и урочистости Будокошалевский район святкуе юбилей. Живелы-тапиары у натуральную величиню, аллея на каскаде озер у Гомели пополнилась новоселами. А зараза б гэтым и іншим больше подробязна. Знять все техничные пытания и суперечности в двухбаковых относинах до 20-годового юбилея союзного договора. Это значит до 8-го снежня. Такую инициативу сегодня выказал президент Беларуси на встрече с российским коллегам у рамках 6-го форума регионов в Санкт-Петербурге. Пропанова прогучала у присутности ключевых министров двух радов, которые выходят в международную группу по актуализации договора. Миновата, эта комиссия занимается як ликвидацией иснуючих проблем у гандли, так и наполнением стратегичной программы деяния. Як означал беларуский лидер, конкретики от президентов и у радов чекают люди. И затягивать зрошениями недопущально. В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Поэтому, Владимир Владимирович, я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках высшего госсовета, или, как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть. До этой встречи ключовые позиции были узгоднены на 80-90%. При этом все решения, которые потребовались с высшего президентского уровня, приняты. Важность погоднения в рамках форума неодноразово подкресливали и российские союзники. Беларусь является четвертым гандлево-экономичным партнером России, соступающим только Китаю, Германии и Нидерландам. А тому затягивание с конкретикой истотно шкодить и российским экономичным интересам. Символичную и прагматичную важность юбилею интеграции подкреслив и Владимир Путин. На полях форума обмеркованы десятки тем. У темлику супрацовничество у промысловости, навуцы культуры, бизнесе. Выступающий на пленарном посаджении, вице-премьер Беларуси Игорь Петрышенко означал необходность так само узмацнить поддержку молодой союзной державы. Так, по-воду для его слов, особливо важно звернуть увагу на юные таленты, развивать противопримальницкие инициативы, рыхтовать сучасные керавницкие кадры, долучать молодых людей до доброохвотницкой деянности. Регионы Беларуси и России домовились больше тесно супрацовничать у гандлево-экономичной, новуковой и культурной сферах. Сегодня все намеры змацевали подписами. Так, больш глубокими станутся относены с Саратовской и Смоленской областями России – Ингушетией. Суместные проекты чекаются по Межнашим Белазам и Санкт-Петербургским горным университетам. Беларусь готова нарастить экспорт послуг и будматериалов у Ленинградскую область. Плюс, напереды дни Скарбонка пагадненнеу пополнился 120 миллионами долларов. Усяго задни працы форуму свыше 80 домовленностяу. В наступном годе форум регионов примен «Наша краина». Спекер Верхней Палаты Парламента Беларуси пропонавал просвятить его инвестиционному супрацовничеству двух держав. Михаил Мясникович расслумачил свой выбор необходностью поширать промысловую кооперацию союзной державы, створать суместные беларуско-российские кластеры. Особливую взаимную цекавость выкликают нафтохимия, фармацевтика и льняная галина. До речи, Гомельская область на форуме регионов у Санкт-Петербургу подписала пагадненне об супрацовничестве с Самарской областью России. Документам предугледжено развитие по ширине сувязей у представительских органов, умоцевание супрацовничества у сферы нормотворчей и депутатской деятельности. У лику приоритетных позначены такие пытания, як забеспечение правов и свобод человека, умоцевание законности и правопорадку, социальная оборона насельництва, а хова новокольного сяродтя. Протягиваем выпуск. Сегодня на Гомельщине значили 110-ю годовину с дня нараджения нашего знакомитого земляка Андрея Грамыки. И он 28-м году займал посаду министра замежных справ Советского Союза, а потом працевал старшиней президиума Верховного Совета СССР. До юбилея Андрея Грамыки в регионе примирковали митинги и новые экспозиции. Наши корреспонденты с подробностями. Этот сквер у центра Гомеля был назван имем Андрея Грамыки в 2009 году. У гонорста годзе с дня нараджения знакомитого земляка. Еще ранее, в лепени 89-го, тут был установленный мемориальный бюст – двойцы героя социалистичной працы. Это даже не один изнагародный дипломат. Его працовный шлях означен так само семью орденами Ленина. Орденами Великой Ачины войны, працовного червоного стяга, знаком Пашаны. Это было, правда, заслуженное признание. Участие в создании Организации Дненных Наций, разрешение Карибского кризиса, он принимал в этом непосредственное участие. Советская дипломатия под руководством Андрея Андреевича Грамыка смогла фактически предотвратить ряд серьезных международных конфликтов индо-пакистанскую войну в 60-х годах. Благодаря своему принципу, который изложен в такой небольшой фразе «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны», он сыграл большую роль в так называемой разрядке в советско-американских отношениях в 70-х годах. Еще один митинг у этого дня проходит в Ветции. У отразления от Гомеля, где, будучи дипломат, учился в профессийно-технической школе, в этом городе Андрей Грамыка не жил николе. А именно в Ветковском районе находится его малая родима – везка Старые Грамыки. Правда, после Чарнобыльской катастрофы я натрапила в зону отселения, и сейчас, обьей, нагадывают только фото с дымки и картины, заслуженного деятельства Мастаста в Беларуси Роберта Ландарского. Убачить их можно в экспозиции, которую сегодня презентовали в первой Ветковской школе, носить имя Андрея Грамыки. Тогда ж тут з'явились и первые материалы об знакомитым земляку. Потом было супрасовненство с родными Андрея Грамыки и запыты у Министерства замежных справ Беларуси и России. Это позволило створить экспозицию, которая адлюстровывая усе этапы деянности дипломата. В 1939 году его уже собирались назначить, уже были подписаны документы о назначении его ученым-секретарем Дальневосточной академии наук СССР. Но в этот момент набирали руководство, очень прореженное репрессиями, руководство Народного комиссариата иностранных дел и Андрею Андреевичу предложили должность советника посольства в Соединенных Штатах Америки. Причем это предложение было озвучено лично товарищем Сталином. Иосиф Виссарионович даже дал ему ряд советов. Нужно ходить в церковь. Вот там вы услышите настоящий английский язык. Так Иосиф Виссарионович посоветовал Андрею Андреевичу. Что Андрей Андреевич, кстати, и придерживался этого принципа. Ходил в церковь. Жихарами БССР Андрей Грамыков спрямился, як наш человек, у керавництвя Советского Союза. Беларуським походжением министра замежных справ гонорились школьники и студенты, для яких он был прикладом. Андрей Андреевич у Воголи корыстався большей популярностью у республицы, чем многие другие известные политические деятели, которые выходили в высшую шей керавництву краины. Узор отданности своей Украине, працевительности и профессионализма. Это про его уродженца Гомельской области Андрея Грамыков. Хлопец с деревни Старый Громыков, который родился где-то на отшибе Могилевской губернии, у которого не было никаких карьерных перспектив, смог достичь таких высот. Мы его запомнили прежде всего, как министр иностранных дел Советского Союза. Но вообще, если исходить из советской карьерной системы, он занимал даже высший государственный пост. Он стал председателем президиума Верховного Совета Советского Союза. То есть формально он был руководителем Советского государства. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампания Гомель. Памятные урочистости сегодня отбылись и в музее Палаца Румянцевых и Паскевича. Тут находится постоянная экспозиция, присвеченная Андрею Грамыку. Основой для ее творения стали материалы, подаренные его детьми Анатолем и Эмилией. Это мебля, книги, часописы и особистые речи державного деча, переведенные в Гомель с московской квартиры. Так само у экспозиции портрет Андрея Грамыки. Жонкой, написанным Астаком Ильей Глазуновым. Ассоцияция российских дипломатов пополнила коллекцию биографичными материалами и архивными документами. До речи, зараз частка экспоната у Гомельска музея находится в Москве на выставе у деловым и культурным комплексе посольства Республики Беларусь у Российской Федерации. Гэта картины с краевидами везки Старые Грамыки и Раки Бесець, Неглюбские рушники, книга «Экспансия доллара», выдадзенная Грамыкам под псиудонимом Андреев, и часопис пытанник истории за 79-й год с пазнаками дипломата. О.В. уже говорилось, что это означало «очень важно» и страницы, на которые обратить внимание. Дело в том, что Андрею Андреевичу уже было 70 лет, но человек читал, читал то, что кто-то писал, и отмечал, что это очень важно для него, и он продолжал читать. Вот как он начал читать в детстве, он продолжал до конца своих дней и не просто читать, а делать какие-то выводы и понимать, для чего эта статья была написана, каково ее рациональное зерно. Головное досягнение 95-й годовой истории района «Люди». Будда Кошалёшина означила юбилейную дату. Одновленные и новые объекты инфраструктуры, узнагороды, падяки и подарунки, урочистости и святочный концерт. Евгения Кухаронок с подробностями. 17 липень – особливый день не только для тех, кто народился на Будда Кошалёшчине, а ле и ты, кто переехал сюда жить и працевать. 95 год тому район набыл территориальное межи и почал адлик своей истории. Головной каштовностью тут – личить людей. Велик спис урадженцев, якея проставили Будда Кошалёшки район, только подчас урочистого концерта падежные листы за особистую кладу развития края отрымали 50 человек. Среди них была и старшиня Рэвы Канкама, керувники – супрацовники мясцовых предприемств, заслуженные работники и ветераны працы. Гоноровые же хары Будда Кошалёшчины, идея чы культуры и мастаства. Усиены разом и кожны по особку болели за лёс свою родимую и рабили всё махчимое для её росквиту. Главное достояние района – это трудолюбивые и талантливые люди. Ни одно поколение своим трудом, своими подвигами сделали узнаваемым район не только в Республике Беларусь, но и за его пределами. И благодаря труду сегодняшнего поколения район занимает достойное место в Гомельской области и в Республике Беларусь. И в этой связи хотел пожелать всем жителям района здоровья, счастья, благополучия, трудовых успехов, по благо Будокошелёвщины и Республики Беларусь. Улику подарунков до свято шановным гостям уручили так само книгу «Будокошелёвщина. 95 сторонок з життя». Надрукованы специальные досвяточные даты. Темчасом же горы Будокошелёвского района отримували подарунки на протягу усяго юбилейного года. До прикладу у райцентра до летнего сезона открыли офицейный пляж. Мясцовый штучный водоём очистили, обсталявали место от подчинку всем необходным и организовали пост вратовальников. Грунтовную реконструкцию провели на Кургане Славы. Памятное место отремонтовали, усталявали новые мармуровые дожки. Доброапорадковали территорию. Творчие изменения отбились и в городском сквере у Будокошелёве. Там появились лавки незвычайной формы. Серед них – музычная, милицейская, лавка примирения, вандрование и для спотканев. Еще одним подарунком для городжан стало открытие райцентра новой крамы кондитерской фабрики. Видовочный район квятнее и пригожее, не глядя на солидные лечбы. У меня на малой родине никого с родственников уже нет, да и деревня уже практически разъехалась, там никого нет. Ну, посещаю, потому что у меня там похоронены мои родители, папа, мама. Я и сегодня заезжал туда. Люблю свою родину, не забываю, приезжаю. Родину никогда никто тебе не заменит. Родина у нас одна. Евгений Кухаронак, Александр Харлампа у телерадио-компании «Гомель» с Будокашалёва. Сезон школьных кирмашоу стартовал у Гомелі. Гэта добрая макчымасть для батьков собрать дятей до нового научального года. Под гандаль у городе выделили специальные пляцовки. Так само для зручности покупников у супермаркетах и гандлёвых центрах открыли так званые кутки школьника. Усягопа в области больше, как 900 объектов. Канцелярские товары, одень, неабуток, рюкзаки, продукция айчинной вытворчасти и позниженных ценах. Працовать школьные кирмаши будут до 9 вересня. До речи до нового научного года у Беларуси проведут доброчинную акцию у школу с добрым сердцем. Волонтёры организуют сбор канцелярских и спортивных приналежностей для детей, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации. Во всех буйных гандлёвых центрах краины с 1-го жнивня будут працевать специальные пункты по сбору речев. Прынятю делу акции могут усе жадаючие. Фигуры топиары и живёлу натуральную величиню сёння дополнили аллею на Волотовском каскаде озёру Гомели. Самая высокая пятиметровая жирафа. Неподалёк разместились аллеу медведица с медведянём и конь с жарабём. Усе фигуры выконаны со штучной травы. Организаторы подрыхтовали для Жихароу района «Соправдное свято» с выступлением творческих коллективов, детячими аттракционами и подшастунками. Мне нравится больше всего, мне нравится жираф. А почему жираф? Потому что он самый высокий на него. Невозможно почти залезть. Я самая первая на него залезть. Ну, только что пришли, фотографируемся. Круто было пофоткаться. Тебе какое животное больше нравится? Лосадка. А почему? Ну, потому что она наклоняется, и мы сюда третий раз пришли. Здесь очень интересно, и всё очень красиво. Я обожаю природу. Так, а что смотрится, какие фигурки нравятся? А всех животных, я обожаю животных. Они самые милые на свете. Расскажите, вы сегодня первый раз пришли сюда? Нет, мы сюда часто приходим. Гуляем, фотографируемся, отдыхаем. Детям нравится, да? Любят смотреть на зверушек. Какие фигурки больше нравится? Мне нравятся слоники. А чего? Мне просто не нравится. Скажи, на него можно залезть и посидеть на нем. Это и атак сама иншая новина. Вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarkomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Служебная собака помогла сотрудникам милиции задержать распространителя наркотиков в Гомеле. На молодого человека правоохранители вышли через покупателей марихуаны. Не прошло и суток, как бойцы наркоконтроля и ОМОНа задержали и самого продавца. Драгдилером оказался 23-летний неработающий гомельчанин. Для хранения наркотических средств молодой человек арендовал гараж. Собака по кличке Дезире проверила помещение и указала место, где спрятаны наркотики. Оперативники подняли листы фанеры и обнаружили там зеленое растительное вещество, предположительно марихуану. Часть травы находилась на рабочем столе. Также найдены приспособления для употребления дурмана. Общий вес изъятого вещества – более килограмма. Оно отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Еще одного гомельчанина сотрудники ОМОНа задержали с пакетом мака в руках. Правоохранители заметили мужчину во время профилактического рейда. Внимание привлекло подозрительное беспокойство в его поведении. Чутье не подвело. В пакете нашли подсушенные стебли и коробочки мака. Прохожий оказался наркопотребителем со стажем. Он нигде не работает. По факту возбуждено уголовное дело. В Петриковском районе на пожаре погиб мужчина. По предварительной версии причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета. Сообщение о пожаре в деревне Бринев поступило в службу спасения в 5 утра. Горел жилой дом. Тело мужчины пожарной обнаружили в горящей кухне на печи. Сел пьяным за руль, оказался в воде. 42-летний водитель на Хёнде не справился с управлением при повороте и вылетел в карьер. ДТП произошло в Гомеле, в районе улицы Приозерной и Линейного переулка. Машина на повороте выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. От удара автомобиль отбросила в карьер. В результате происшествия водителя доставили травмопункт. После осмотра и оказания первой медицинской помощи его госпитализировали в психиатрическую больницу. К этому часу это все новости. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4, Гомель, новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня в шведском городе Бурос начались соревнования сильнейших легкоатлетов континента в возрасте до 20 лет. На чемпионате Европы среди юниоров делегация Беларуси насчитывает 31 спортсмена. Наш регион в сборной страны представляют девушки. Алина Лучшего будет бороться за награды в беге на 400 метров, а также в эстафите 4 по 400. Полина Злотникова представит Беларусь в состязаниях прыгунов в длину. Единственной белорусской в секторе для прыжков в шестом будет наша Кристина Концевенко. Юлия Макеева выступит в соревнованиях по метанию копья. Всего же на юниорском первенстве континента более тысячи спортсменов. Оспорят 42 комплекта наград. Между тем в Бресте стартовал Кубок Беларуси по легкой атлетике. На этот турнир этап отбора к командному чемпионату Европы. В первый соревновательный день медальными результатами отметились и представители Гомельской области. Сразу две награды завоеваны мужчинами в беге на 3000 метров с препятствиями. Дмитрий Иваненко показал лучшие секунды. С третьим временем финишировал Илья Славенский. У женщин дистанцию полторы тысячи метров быстрее всех пробежала Ольга Немогай. Еще одно золото в копилку команды Гомельской области принесла копьеметательница Виктория Ермакова. Она стала победительницей Кубка Беларуси с результатом 54 метра 30 сантиметров. Завтра двумя поединками стартует 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Открывают второй круг чемпионата столичный энергетик БГУ Ислуцк. Этот поединок начнется в 18.45. В 20.45 на поле спорткомплекса «Неман» в Гродно выйдут одноименная команда и Гомель. На старте первого круга команды встречались на поле стадиона «Центральный» в Гомеле. Игра получилась результативной. «Неман» праздновал победу со счетом 3-2. В турнирной таблице команды разделяют шесть позиций. Гродинская дружина находится на восьмой строке. Гомель на четырнадцатой. Мозырская Славия свой матч 16-го тура проведет 30 октября. Соперник – столичная «Динамо». Егор Чипулис покинул стан гомельской мини-футбольной команды «БЧ». Голкипер продолжит карьеру в столичной охране «Динамо». Егор Чипулис провел в стане железнодорожников шесть сезонов. Сыграл 57 матчей в чемпионате страны. А также в 2014 году стал обладателем Кубка Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова